Александр Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли вообще о заговоре? Конечно, Александр был неглупым молодым человеком, величайший хитрец и лицедей. Внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами и объявил им, батюшка скончался апоплексическим ударом, все при моем царстве не будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины. Негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра. Дорогие друзья, добрый день! Вы знаете, вы творите чудеса. Когда год назад мы создавали небольшой курс лекции о русской истории XVIII века, предполагалось, что будет некий набор коротких лекций, ну и как-то мы на этом успокоимся. Я совершенно не ожидал, что этот курс обретет сотни и сотни тысяч, а может быть даже и миллионы любителей по всей нашей стране, по ближнему, по дальнему зарубежью, поскольку география писем и откликов, ну совершенно потрясающая. И вот знаете, так получилось, что к нам обратился канал «Россия», мы бесконечно ему благодарны. К нам обратился Российский фонд культуры, который поддерживает наш лекционный курс. И предложили показать эти лекции по каналу «Культура». Конечно, аудитория еще более расширилась. Потом на нас вышло возрожденное Всесоюзное общество знания, предложило записать курс лекции об истории Петра I, Петровские времена. Этот курс также прошел на канале «Культура» и выложен сейчас в интернете в свободном доступе. Для нас принципиально, чтобы эти лекции были неплатными, чтобы они лежали везде, не ограничиваясь каким-то одним каналом. И чем больше людей посмотрят их, чем больше людей узнают о нашей настоящей славной, великой, прекрасной, достойной, невероятного восхищения и внимания истории, вот чем больше людей об этом узнают, тем лучше, тем мы будем счастливее. И, конечно, отклики, которые вы нам пишете, предложения, замечания, иногда довольно строго, а иногда очень комплиментарно, они, конечно, вдохновляют нас на продолжение работы. Прошел год с начала нашего курса, мы подумали и решили его продолжить. Мы придумали, чтобы можно было посмотреть Петровские времена, потом историю XVIII века, потом про наших полководцев, а дальше перейти на следующий уровень. Изучить, послушать, посмотреть русскую историю великого, классического, восхитительного XIX века. И начнем мы, конечно, этот курс с того, кем открылся XIX век, или императора Александра I Благословенного. Мы тут немного все перестроили. Это мой рабочий стол. Я не буду сидеть за ним, от вас прятаться. Я даже, когда студентам читаю лекцию в институте, я всегда стараюсь как-то ходить. Не хочется маячить у них перед глазами, а раздражать. Вот я обычно обо что-нибудь обопрусь, представляю себя перед вами, как перед студенческой аудиторией. Тут мои конспекты. Тут справа, слева, кое-какие интересные артефакты. У каждого из этих предметов будет своя небольшая история. Я вам эти предметы покажу, а потом вы можете пойти в музей, о котором я тоже вам расскажу, и сами эти предметы взять в руки, ну или, по крайней мере, посмотреть на них вблизи. У нас очень много книг, которые приходится читать, перечитывать, просматривать, готовясь к нашим с вами встречам. И вот в руках у меня первый из четырех томов издания XIX века, издания Суворина с иллюстрациями. «Александр I. Жизнь и царствование». Потрясающая книга. Начинается вот с такого необычного для нас портрета. Этот портрет сделан с натуры. Александр I не позировал, он работал. Ему здесь вот 40. Портрет делал прославленный английский художник Доу в своей записной книжке. Этот этюд, этот набросок к будущему парадному портрету, сам Доу назвал самым лучшим. На нас смотрит красивый 40-летний мужчина, не располневший, но с голубыми глазами, ярким лицом. Тут не видно, но высокого роста мы знаем. Ну что ж, начнем. После тревожных сентябрьских дней 1777 года, когда небывалое в летописях Петербурга наводнение грозило столицей гибелью, настало для императрицы Екатерины II радостное событие. Во вторник, 12 декабря, в 10.75 утра, великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце разрешилась от бремени с сыном. «Новорожденному дано пожеланию императрицы имя Александра в честь Александра Невского, святого для России и для Петербурга в особенности. Династия, наконец, упрочилась». Вот так начинается это большое издание о жизни Александра I. Как его только не звали при жизни? В Европе северным сфинксом за непроницаемость, невозможность угадать, что он мыслит, коварство, как считали европейцы. Наполеон называл его «Северный Тальма» по имени известного актера в том смысле, что Александр – величайший хитрец и лицидей. Это недалеко от истины. Александру удалось неоднократно обхитрить Бонапарта. Вы знаете, невозможно рассказать об Александре все, потому что вот это вот четыре таких тома – это только малая часть его жизни, поэтому в нашем рассказе мы постараемся выделить самое главное. Слухи и легенды вокруг его жизни и смерти, кстати сказать, с его смертью связаны главная загадка. По поводу Федора Кузьмича, старца, мы о ней расскажем позже. Так вот, все эти слухи и легенды означают только одно – за именем Александра Павловича Романова, императора Всероссийского, стоит живая историческая личность, одного из самых крупных государственных деятелей Европы XIX века. Александр I был во главе России в эпоху Наполеоновских войн, в эпоху европейских реставраций, революции. Он был первый, кто поставил в повестку российской жизни вопрос о необходимости ее полноценного либерального реформирования. Я подчеркну, было в те времена, когда дворянство отторгало даже сами разговоры о возможности изменения государственного устройства, каком-либо ограничении самодержавия или крепостного права. Александр оказался личностью настолько сложной, настолько глубокой, что потомкам его, исходящим из известных нам стереотипов, оказалось очень трудно проникнуть в его мысли, объяснить его поступки. Особенно ему досталось во время СССР. Все публикации об Александре носили, как правило, негативный, разоблачительный характер. Ведь Александр I, начиная реформы, потом с точки зрения советской историографии, их забросил, а под конец жизни превратился в реакционера и мракобеса. Этого советская историческая наука простить ему не могла. Прозорливость Александра и его дипломатическое искусство объяснялись примитивно хитростью, ловкостью. Проповедуемое им братство народов, союзность правителей объявлялись ханжеством, лицемерием и, конечно, стремлением сохранить реакционный монархический строй во всей Европе. Дальновидный и, как ни странно, очень расчетливый выбор помощников объяснялась беспринципностью и неспособностью сформировать постоянную команду. Его внешняя мягкость выдавалась за нерешительность, взвешенность суждений за двуличие, осторожность за трусость. И даже преследовавши всю жизнь его желание оставить трон, заняться частной жизнью, все это называлось мистификацией, ложью и стремлением вести общество в заблуждение. Беда Александра в том, что им оказались недовольны все. И, кстати, до революции, и после, и либералы, и патриоты-государственники. Ну, либералы почему недовольны? Много чего наобещал. Заявил огромную программу государственных либеральных реформ. А на выходе получился, с точки зрения либералов, ну, ерунда какая-то. Пшик. В конце вообще скатился в реакцию. Государственники тоже были недовольны. Что всем своим этим либерализмом ненужным он отменил жесткие военные устремления своего отца Павла. Расслабил общество, расслабил армию. Все это привело к катастрофе. Августа-сентября 1812 года, когда Наполеон оказался в сгоревшей Москве. Тоже государственникам Александра не нравилось. Он, конечно, потом несколько искупил все эти ошибки взятия Парижа. Но мог бы и лучше. Давайте обо всем по порядку. Родился Александр в Петербурге в декабре 1777 года. Крестной матерью его стала бабка. Сама Екатерина Великая. Вообще, с семьей ему повезло. Отец цесаревич Павел. Мать, кстати, замечательная женщина, любящая. Крестные отцы. Правда, заочно, но серьезные. Одним стал император Австрии Иосиф, вторым – прусский король Фридрих. Как сказано в этой замечательной большой книге, имя ему было дано официально в честь Александра Невского, покровителя Петербурга, русской земли. Но бабушка Екатерина была женщиной хитрой, поэтому в голове, конечно, она имела не только Невского, но и Александра Македонского. Старшему внуку, который станет ее любимым внуком, готовилась великая судьба. Второй сын, как мы знаем, будет наречен Константином также. Бабушка выберет имя. Сознательно в честь Константинополя, императора Константина, византийского императора Восточно-Римской империи, с дальним прицелом, что Александру править в городе Святого Александра Невского в Петербурге, а Константину править в Константинополе. Собственно, Екатерина II так впрямую в узком кругу и говорила, Константин переедет из Севастополя в Константинополь, в Царьград. Ну вот такой был мегагреческий проект, я об этом рассказывал довольно подробно в лекциях о внешней политике Екатерины, раз в курсе рассказов об истории XVIII века, я к этим лекциям вас отсылаю, там можете узнать детали. Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. Был у Петра I второй сын, он умер во младенчестве. Собственно, и все. То есть это был первый Александр Романов, считайте, за 200 лет. Значит, Екатерина, как мы помним, сыну своему Павлу не доверяла. Тому было очень много причин, но главное в том, что сама Екатерина была совершенно незаконной императрицей. То есть ее права на престол, как я вам как-то рассказывал, равнялись строго нулю. Она была узурпаторша, которая захватила престол от имени своего сына, наследника Павла, и просто никому этот престол не передала. Гвардия присягала не Екатерине, гвардия присягала наследнику Павлу. Правительство присягало наследнику Павлу. Екатерина Регенша до момента совершеннолетия. Время шло. Дата совершеннолетия российским законодательством той поры была не определена. Властная Екатерина с сыном властью делиться не стала. Но время шло. И не думать о будущем Екатерина не могла. Поэтому вот так вот безжалостно и жестоко отодвинув своего единственного законного наследника Павла от любых властных решений, Екатерина решила воспитать. Мы знаем с вами, что Павел ей еще и не очень нравился. Она видела в нем все-таки своего мужа. Там есть над чем поразмышлять доктору Фрейду. Не очень хорошие были у них отношения. Но Екатерина уже решила внука взять в свои руки и воспитать его по своему образцу и подобию. Сделать его идеальным мужем. Для начала идеальным ребенком. Любите своих внуков. Они отомстят за вас вашим детям. Как в свое время Елизавета забрала Павла у нее, так же Екатерина сразу после рождения забирает у родителя Александра. Потом она, кстати, и Константина точно так же. И начинает заниматься его воспитанием. Все мы, как родители, с вами, конечно, в ужасе от этого. Как забрать ребенка у родителей. Более того, чтобы повидать собственного сына, Павел должен был письменно обращаться к матушке за разрешением. Ему указывалось, можешь прийти в такое-то время, в такой-то день, в такой-то час. Все было очень строго регламентировано. Конечно, Саша и Константин, они из-под этой опеки старались убежать. При первой же возможности бежали к маме. Все это было очень трогательно. Но отношения, конечно, неестественные. Отдадим Екатерине Великой должное. И внуков своих воспитывала просто-таки образцово. Начнем с того, что она написала собственноручно, подробнейшую инструкцию, вручила нянькам, воспитательницам. Эта инструкция опубликована, ее можно найти в интернете. Написана довольно хорошим литературным языком. Мы знаем, что Екатерина блестяще говорила, писала по-русски. Даже сегодня, с точки зрения современной педагогики, это хороший документ. Многим мамам и папам можно брать и просто ему следовать. В отношении закалки. Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья. Будить детей рано. Максимум времени на свежем воздухе под солнцем. Никакого внимания не обращать на загар. Тогда это было не модно. Загара не бояться. Водные процедуры. Причем вода всегда холодная. В комнате, в спальне должно быть также всегда прохладно. Всегда открытое окно. Постель простая. Одежда самая простая, без всяких излишеств. Питание. Простая русская полезная еда. Никаких сладостей. Никакого сахара вообще. Все это касается маленьких, как бы сейчас сказали, дошкольников. Ну и младших школьников потом. Александра и Константина. Все подвижные игры приветствуются. Ребячатся пусть сколько угодно. Поощрять их стремление двигаться и увлеченно чем-то заниматься. Вообще дети должны быть по замыслу Екатерины заняты всегда. Как только ребенок от чего-то устал, от каких-то игр, либо от первых своих специальных занятий, учитель, нянька должны посадить его и начать с ним разговаривать. По-взрослому. Рассказывать какие-то истории. Делиться опытом. Чтобы ребенок, отдыхая, научился думать и слушать, и разговаривать как взрослый. Основная идея Екатерины – не вдалбливать знания, а возбудить любовь к знанию, желание учиться. Когда Александру исполнилось 7 лет, и от нянек, и дядек его передали уже профессиональным учителям. Тогда было принято домашнее воспитание. Так вот, штат этих учителей также персонально Екатерина тщательно подбирала. Она написала следующее. Я процитирую. «Я убеждена, что Александром будут всегда и в полной мере довольны, так как он соединяет уравновешенность характера с удивительной для его возраста любезностью. У него открытое приветливое лицо, благородство, силой, умом, любезностью, знаниями». Господин Александр, она называла даже мальчика всегда «Господин Александр». Господин Александр значительно превосходит свой возраст. Екатерина сама учила детей и читать, и писать. Но кроме того, максимум физического труда. И она очень гордилась тем, что Александр любит труд, любит делать домашнюю работу. Как бы сейчас сказали, мыть посуду, убирать дома. Он любит рубить дрова во дворе. Это маленький мальчик. Он что-то там красит, он клеит обои. Он прекрасно знает работу кониха, то есть может ухаживать за лошадьми. Он может управлять экипажами, как кучер. Он умеет пахать, сеять и бронить, как крестьянин. Ему это нравится, так как его знаменитый прапрадед Петр Первый. Он учится столярному делу, и у него неплохо получается. И все это Александр делает очень легко. Мальчику, который не только голова на месте, но и руки у которого золотые. Опять же, как у прапрадедушки. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Ну, аскетический, естественно, для неограниченного властителя с абсолютно неограниченными материальными ресурсами. Александр всю жизнь будет рано просыпаться. Не позже семи утра. Много работать с бумагами. Он будет с удовольствием общаться с людьми. Он будет вообще очень приятен в общении. Это будет человек, который умеет не только говорить, но и слушать, прислушиваться к своим подчиненным. У него будет, кстати, очень небольшой круг друзей, и он этим друзьям будет верен всю свою жизнь. Не разбрасывается людьми. Он не чурается одиночества. Александр любил долгие пешие прогулки, либо долгие верховые прогулки. Но что выделяло его более всего, это строгость самооценки. Александр знал свои слабости. Я знал их очень хорошо. Он понимал, что он тщеславен, что он самолюбив, что ему нравится-нравится. И он об этом в открытую говорил. Даже пытался, может быть, не очень удачно, но пытался с этим бороться. Ну и, наконец, замечательное качество Александра. Он вообще добрый человек. С нисходителем к людским недостаткам. Понимаете, для абсолютного монарха, как-нибудь потом расскажем о его братье Константине, во многом его полной противоположностью, он умел прощать ошибки. Был очень вежлив с сослугами, вежлив с окружением своим, вежлив к своими подчиненными. Это большая-большая-большая редкость. Но и Екатерина, и те, кто имел отношение к Александру, отмечали упрямство, хитрость и тщеславие. Все это, зная характер и склонности и его бабки, и матери, и отца, могло быть отчасти следствием неестественного состояния между двумя дворами. Александр официально все время находился при большом дворе, при женском, при дворе Екатерины. Убегал периодически в малый двор, в Гатчинске, к отцу. Когда он уже вырос, он все больше и больше времени проводил вместе с отцом. И, кстати, сказать историю о том, что у них были якобы очень плохие отношения, это неправда. Отношения у них были нормальные. Отец сыну доверял и поручал ему очень серьезные и важные дела. А в этом отношении он поступал совсем не так, как его мать Екатерина, которая Павлу не доверяла и не поручала ничего вообще. Хоть до самого зрелого возраста. Вот некоторые такие византийские черты, такая хитрость. Это тоже было заложено в Александре с детства. Ну, может быть, для руководителя империи это и неплохо. Я сказал вам, что Екатерина сама подобрала для Александра учителей. Выбор был очень и очень нетрадиционен. Его учили весьма узкие профессионалы. Самым необычным из его воспитателей стал швейцарец Лагарп. На самом деле он не Лагарп, он дворянин, он де Лагарп. Но он отказался добровольно от своего дворянства, от приставки «дэ», потому что был убежденнейшим республиканцем. Был нанят для преподавания французского языка. Но показал себя настолько глубоким, интересным преподавателем. Писал замечательные предложения по воспитанию. Екатерина пришла от него в полнейший восторг. Более того, когда он открыто поддержал французскую революцию, и когда Екатерине стали доносить, что воспитанием вашего любимого внука занимается тайный якобинец, она отмахнулась, сказав, да будь он хоть якобинцем, хоть республиканцем, кем угодно. Если это честный человек, с меня этого довольно проявила потрясающую толерантность. И таким образом Лагарп стал не только преподавателем французского языка, это Александра, но и преподавателем такого комплексного предмета, что-то типа обществоведения и политологии. Именно он, как считается, и заложил в душу Александра стремление к социальной справедливости, неприятие абсолютной монархии. И вообще Александр в молодости – это убежденнейший республиканец. Александр и потом всю жизнь с ним переписывался. Считал, что никто в его жизни не повлиял на него так, как Лагарп. Лагарп тоже любил Александра и впоследствии вспоминал. Ни для одного смертного природа не была столь щедра. Как-то неудивительно, Лагарп преподавал и для Константина, а вот Константин так и остался к этому совершенно глух. И до конца своей жизни считал, что республика – это синоним ругательного слова. Но если мы посмотрим на других преподавателей Александра, трудно было вырасти двоечник. Учителем географии, естествознания и биологии стал виднейший ученый-географ Палас. Академик, естествоиспытатель, автор многих классических замечательных книг по жизни животных, растений. Человек энциклопедических знаний по масштабу мыслей своих сопоставим с Дарвином. Английский язык ему преподавал исключительно образованный, долго живший в Лондоне, священник, протеерей Андрей Самборский. Светскую историю и русский язык и литературу Александру преподавал Муравьев. Отец, в целом, плеяды декабристов Муравьевых. Блестяще образованный человек, благодаря которому Александр I в то франкофильское время, когда дворяне зачастую говорили-то по-русски коряво, писать вообще толком не умели. Для них родным языком дома был французский. Но Александр замечательно и говорил, и писал, и думал на русском языке. Процитирую вам несколько мыслей Лагарпа по поводу того, как следует воспитывать будущего абсолютного российского монарха. Вы знаете, если он действовал таким образом, все-таки Екатерина правильно подобрала Александра Учителя. Вот что Лагарп писал. В этом есть здравый смысл. Кавычки открываются. Будущий правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни филологом, ни юристом. Он должен быть честным человеком и просвещенным гражданином. Он должен знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное осознание обязанностей, лежащих на монархе, в руках которого счастье и несчастье миллионов. Замечательно сказано. Лучший и, может быть, единственный друг правителя, убеждал Лагарп, это сила его собственной рассудительности, с помощью которой он взвешивает доводы своих министров, советы друзей и похвалы царедворцев. Сложно не согласиться. Александр с детства высказывал, конечно, максимум почтения своей великой бабушке Екатерине, но сложно сказать, что он думал на самом деле. Этот человек был очень скрытный. Вот в одном из писем своему учителю Лагарпов Александр писал, это уже было некоторое время спустя после смерти Екатерины, в момент царствования его отца Павла. «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице. Они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Вам уже давно известны мои мысли покинуть свою родину». Надо к этому отнестись правильно. Александр действительно говорил в частном кругу много, что он не хочет царствовать. Пусть царствует его отец, чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, его братья, потому что он хочет просто жить частной жизнью где-нибудь в Европе, ну или дома. Александр такой был изначально, к власти совершенно не тянулся. Да он шифтер. Но, пишет Александр, «Несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себе задачи даровать стране свободу. И тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев». Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы проведена с законной властью. Александр, по сути, излагает программу освобождения России и революции сверху. С законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей. Вот, собственно, и все, чего хотел Александр. Прийти к власти и осуществить реформы, которые позволят мягко и постепенно сверху сменить форму правления на его любимую по молодости республиканскую. В этом отношении мне очень напоминает саму молодую Екатерину. Такую же идеалистку, которая, придя к власти в возрасте 30 с небольшим лет, хотела все сразу изменить. Помните, уложенная комиссия, почти будущая Конституция, размышления об отмене крепостного права и прочее, 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 прочее. История повторяется. В 1793 году Александр женился. Женился уже по традиции на немецкой принцессе, которая была названа Елизаветой Алексеевной. Конечно, это был 18 век, галантный век. Сложные отношения между супругами и странные представления для нас сегодня о семейной верности. Нельзя сказать, что они не нравились друг другу. То есть это не был такой брак, как между его бабкой Екатериной и Петром Третьим. Нет. Александр – прелестный юноша, физически очень развитый, около 16 лет, красивый. Невеста у него молодая, красивая. Тоже где-то было около 15 на этот момент. Рано тогда женились, выходили замуж. Они выглядели, как два ангела. И вначале, наверное, симпатия была. Но вот это все-таки ранний брак, брак по принуждению. Невеста, естественно, бабушка тоже выбирала. Никто его мнение. В деталях не спрашивал. Как-то быстро они друг друга охладели. И у Александра стали появляться любовницы. На поведение своей молодой жены он тоже особо не обращал внимания. Вообще отношения Александра и Елизаветы, у них все-таки будет долгая жизнь. Родится двое дочерей через несколько лет, обе умрут. Потом они совсем расстанутся и будут общаться только формально. Последние годы жизни совершенно неожиданно воссоединятся и будут относиться друг к другу с невероятной нежностью. Сложные отношения Александра и его супруги Елизаветы, которые знали такие взлеты, падения. Это, на самом деле, сюжет для невероятного любовного сериала, похлеще любой турецкой мелодрамы или бразильской. Надеюсь, когда-нибудь что-нибудь интересное на эту тему снимут. Я обязательно к этой теме еще вернусь. Так вот, молодой Александр, близок к своему отцу Павел, он назначает военным губернатором Санкт-Петербурга и шефом Семеновского полка, инспектором кавалерии пехоты. В общем, там никакого отчуждения не было совершенно. И вот заговор Палина и Бенниксона, убийство Павла Первого. Опять же, я вам не буду про это рассказывать, этому посвящена у нас отдельная подробнейшая лекция. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли Александр вообще о заговоре? Самая общепринятая версия, давайте будем ее придерживаться, и я тоже к ней склоняюсь, что, конечно, Александр был неглупым молодым человеком. Он о заговоре прекрасно знал, знал в деталях. Но единственное, что он требовал и что было ему обещано, то, что отцу его сохранят жизнь. Павел подпишет отречение от престола, ну и дальше будет где-то прекрасно жить частным образом. Есть версия, что Палин, главный организатор заговора, губернатор Петербурга и прочее, 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 ближайший, надежнейший товарищ из подвижника императора Павла Петровича, он провел блестящую многоходовку и убедил сначала императора подписать указ об аресте сына, то есть он подставил Александра перед отцом, затем показал Александру текст необнародованного этого секретного пока указа, напомнил Александру о страшной судьбе царевича Алексея, все это было очень свежо в памяти. И мы знаем, Павел очень любил сравнивать себя с Петром Первым, говорил, что он его преемник во всех смыслах, и таким образом напугав Александра неизбежностью ареста и расследования, сначала граф Панин, потом через некоторое время граф Палин, оба уговаривали войти в заговор, Александр, естественно, отнекивался, но отцу об этом не доносил, ничего не говорил. И сам факт недоносительства в данном случае, конечно, являлся государственной изменой. Таким образом, Палин шантажировал Александра этим фейковым, как бы сейчас сказали, указом. Александр бездействовал. Ночью, сразу после убийства Павла, Палин ворвался в комнату, в спальню Александра, который лежал в кровати, одетый и в сапогах, лежал и дремал, видимо, ждал, как все разрешится. Палин сообщил, что отец его скончался. Александр сначала упал в обморок, вообще был чувствительный, потом разрыдался. «Хватит ребячиться!» – прикрикнул на него Палин. «Государь, возьмите себя в руки и идите царствовать!» Александр вышел на балкон здания, внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами, какие-то собранные царедворцы, и объявил им. «Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при моем царстве не будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины». Гвардейцы ликовали, столица рекой лила шампанское. Александр был в ужасе. Я не знаю, может быть, он сам себя убедил в том, что отца его не тронут, хотя это было довольно наивно. Как вспоминал его потом один из лучших друзей, Адам Чарторыйский, мысль, что он был причиной смерти отца, была для него столь ужасной, что он чувствовал, будто меч вонзается в его совесть. Целыми часами он сидел один, молчал, глядя в одну точку, как бы сейчас сказали, с угрюмым и неподвижным взглядом. Александр был в чудовищной депрессии. О том, что он, как бы соглашаясь с заговором, косвенно санкционировал смерть его отца, эта мысль не покинет его до последних дней его жизни и во многом предопределит жизнь Александра на будущее 24 года. В этот момент важную роль сыграла его молодая жена. Она умоляла его не падать духом и посвятить себя счастью русского народа. Смотреть отныне на свою власть и на все свои деяния, как на возможность искупления греха. Ну, наверное, так Александр и стал со временем к этому относиться. Ну, а потом в дни Александровых прекрасное начало. Александр первое время никого не тронул из заговорщиков. Палин торжествовал, ощущая себя полнопластным, неформальным регентом Российской империи. Александр общался с дворянством. Один ходил по Петербургу без охраны, со всеми раскланивался. Все рыдали от умиления. Он сразу стал говорить, что главный недостаток, которым страдает русский устарственный порядок, это произвол, поэтому необходимо принять со временем хорошие фундаментальные законы, которых еще не было в России, которые сделают жизнь всех слоев русского общества счастливой. Ну, кому такое могло не понравиться? Кроме этого, началась настоящая оттепель. Как из рога изобилие указа один замечательнее другого. Конечно, он объявил, что будет царствовать по образу и подобию своей бабушки, но если бы бабушка его, пожилая Екатерина, увидела, как начинает царствовать Александр, она бы, конечно, пришла в ужас. Первым делом Александр по традиции помиловал большое количество, то ли 150 ссыльных и заключенных, разрешил вернуться на службу 12 тысячам ранее уволенных Павлом чиновникам и офицерам. Кстати, среди них были люди известные, такие как Радищев, сосланные Екатериной. Помиловал он был еще Павлом, но Александр разрешил ему вернуться в Петербург. Генерал Ермолов, будущий герой войны 1812 года, и вообще герой русской военной истории, выезд за границу свободно разрешил Александр. Разрешен был ввоз в Россию целой категории товаров, которые были ограничены при Павле. Иностранных книг, журналов, газет, музыкальные ноты почему-то запретил Павел, видимо, сгоряча. Была объявлена свобода всех видов торговли. Разрешено иметь частные типографии, выписывать свободно любые иностранные газеты, журналы. Была объявлена амнистия всем беглецам, скрывавшимся за границей. Самое главное, Александр вернул все положения, жалованные грамотой дворянству и жалованные грамоты городам. То есть все эти привилегии, которые по чуть-чуть, нам кажется, несущественно, а тогда дворянам казалось очень даже существенно и обидно, вот все, что Павел подкрутил, все эти гайки Александр расслабил. Да пожалуйста. Запрещены были телесные наказания для дворян, даже осужденных судом за какие-либо преступления. Разрешено офицерам уходить рано в отставку, если они не хотят служить в армии. Ликвидирована тайная канцелярия. Ну, у нас все правители с этого начинают всегда. Напомню вам, что тайная канцелярия, политический сыск следствия, одновременно прокуратура еще чуть-чуть пыточная, была учреждена Петром Первым, параллельно с Преображенским приказом. Уже Екатерина, его жена Петра, сразу же эту спецслужбу ликвидировала. Однако Анна Иоанновна ее восстановила, переименовав ее в канцелярию тайных разыскных дел. Петр Третий опять это ликвидирует. Екатерина милосердно либеральную ликвидацию подтверждает, но восстанавливает потом под другим названием, под названием тайной экспедиции. Александр ликвидирует эту службу окончательно, сам функционал ее передав Сенату. Но Сенату при Александре, честно говоря, было не до этого. Поэтому правление Александра, это правление почти, можно сказать, без страшных функций политических карательных органов. Затем он делает очень хитрую, показательную комбинацию. Завоевав расположение в обществе, расставив по ключевым должностям своих людей, Александр постепенно всех основных участников заговора против Павла отстраняет от должностей, от мест, где они принимают какие бы то ни было решения. Главного уже Демиурга, главного заговорщика, графа Палина, упивавшегося в тот момент своей властью и величием, просто вытаскивают из постели. Его не казнили, не судили. Ему предписали просто 24 часа покинуть Петербург и отправиться в свое прибалтийское поместье, где он и проживет еще много-много-много лет, но уже никак не влияя на управление Российской империей. До вошедствия на престол вокруг Александра сложится кружок передовой молодежи. Это будет будущий негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра до начала Наполеоновских войн. Комитет этот был очень небольшой. Практически на пальцах одной руки можно пересчитать его участников. Этих людей надо знать, потому что у них очень интересная, я буквально двумя словами расскажу, очень необычная судьба. Ну и вообще фамилии, мне кажется, эти образованный человек должен как-то воспринимать. Итак, комитет, помните, как при Иване Грозном тоже была такая избранная рада? Вот это была избранная рада 19 века, которая и задумывала, как реорганизовать и перестроить Россию. Граф Строганов, мега богач, примерно сверстник Александра, поразительный человек, пропутешествовал по всей Европе, естественно, блестяще образованный, и в разгар французской революции, в разгар якобинского террора, оказался во Франции, где умудрился полноценный российский олигарх с десятками тысяч крепостных, где умудрился называть себя гражданином, разгуливать по городу в красном колпаке. У него была какая-то возлюбленная революционерка, активная, пассионарная, Инесса Армант своего времени, и даже вступить в якобинский клуб. Потом, слава богу, вернулся на родину и с якобинским революционным задором думал вместе с Александром, как устроить жизнь в России лучше. Второй член этого негласного комитета граф Кочубей, малорос, талантливейший молодой человек, блестяще образованный, воспитанник, руководитель внешней политики той поры, графа Безбородка. Граф был бездетным, Кочубей был его любимым воспитанником. Ну, судя по фамилии, вы понимаете, что это из того самого древне-древне шляхетско-казацкого рода, рода малороссийского. Кочубей, Мазепа, Мария Кочубей. Вот-вот от тех самых. Знатный род, аристократ, буквально лет в 25 ставший послом в Константинополе. При Павле I, самый молодой, наверное, в истории Российской империи, вице-канцлер. Несмотря на такую молодость, он был довольно умеренных взглядов Кочубей. Третий, уже поминал со мной, поляк, князь Адам Черторыйский. Потом станет герцогом в Европе спустя какое-то время. Знатнейший род, богатейшая польская семья. Воевал против русских во время разделов Польши. Екатерина умела приручать врагов. Екатерина не казнила ни Черторыйского, ни его брата, который тоже воевал против нашей армии. А наоборот, взяла их на русскую военную службу. Конечно, приехали они сюда исполненные ненавистью и жалчей к России. Но прошло несколько лет, и тот же Адам Черторыйский признавался, говорит, вы знаете, чем больше узнал русских, тем более убедился в том, что они такие же, как и мы. Ничем не лучше и ничем не хуже. Поэтому новая родина обошлась ко мне милостиво. Я люблю Польшу, но желаю блага и Польше, и России. Следующий Николай Новосильцев. Этот самый старший, пожалуй. Он старше был Александра лет на 15. Опытный военный, профессиональный полковник, тоже интеллектуал, человек, который был как бы самым опытным, самым умудренным жизнью среди всех молодых членов негласного комитета. Были там и другие, естественно, люди, но это была вот постоянная пятерка. Вместе с Александром. При них, конечно, были помощники, товарищи. Таким образом, Спиранский впоследствии появится как помощник одного из членов негласного комитета. Шутяне называли друг друга и свои сборища Комитетом общественного спасения. Такая шутка довольно двусмысленная, потому что Комитет общественного спасения это правительство якобинцев. Шутка такая, с тройным дном. Задачей комитета было сначально изучить ситуацию, представить действительное положение вещей, а затем приступить к реформам. Вплоть до создания Конституции и отмены крепостного права. Каждый из членов этого комитета имел право в любое время дня и ночи прийти на аудиенцию к царю без доклада к императору. Если было важное дело, собирались первое время они очень часто, два-три раза в неделю. Написали проект Конституции. Называлась она не Конституция, а жалованная грамота российскому народу по образцу жалованной грамоты дворянства. Писал ее, кстати, граф Воронцов, известный рекционер. Сделал по такому британскому образцу очень свободолюбивый документ. Готовились реформы, обсуждалась отмена крепостного права, лагарпа учителя Александра вернули из Швейцарии и тоже привлекли к работе. Что получилось? Получилось так, что самым радикалем из них был Александр. Он хотел все и сразу. Республику, свободу крестьянам, приоритет закону, парламент. Конечно, друзья его отговаривали. Говорили, посмотри на судьбу спечальную своего отца. Не убеждай, посмотри на судьбу своего деда Петра. Долго не проживешь. Дворянство, главный вооруженный, класс империи, ничего этого не хочет. Ты заберешь у них деньги и собственность. Кто тебя будет поддерживать? Никто тебя не спасет. Кстати сказать, революционер Лагарп был самым консервативным и уговаривал тоже ничего резко не делать. Реформы проводить постепенно. Что было сделано в итоге? Я так коротко перечислю, что хотели и что получилось. Хотели отменить крепостное право. Не решились ни в каком виде, но сделали кое-какие подвижки в отношении крестьянства и ослабления дворянских привилегий. Во-первых, Александр отказался категорически от практики передавать государственных крестьян частным владельцам. Этим широко пользовались, как мы помним с вами, Екатерина, которая раздала своим фаворитам, просто разным заслуженным людям с ее точки зрения, бесчетное число государственных крестьян. Этим пользовался и Павел. Он тоже этого сделал немало. Павел, правда, исходил из другого принципа. Он таким был сторонником приватизации крестьянства. Почему-то он считал, что если у крестьянина будет конкретный собственник барин, то ему будет легче. Мол, барин о крестьянине позаботится. Это было довольно наивное убеждение, потому что не все баре о крестьянах, мягко говоря, заботились. И зачастую крестьянин, работающий на государственной земле, чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем непосредственно крестьяне, принадлежавшие конкретному помещику. Александр практику раздачи решительно прекратил. Это было довольно серьезное самоограничение, поскольку государственные крестьяне это в конечном счете крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Купцам, мещанам и государственным крестьянам было дано право покупать ненаселенные земли. Это, кстати, впервые в России, когда за крестьянами было признано право владения землей. Вспомним, всего лишь несколько десятилетий назад, когда Екатерина точно так же наивно пыталась провести либеральная реформа, предложила уложенной комиссии обсудить, справедливо ли система, когда дворяне, землевладельцы, владеют крестьянскими душами, уложенная комиссия рассудила, что это чудовищно несправедливо. Эту практику надо немедленно прекратить по отношению к другим уважаемым людям. Это бесчеловечно, по отношению к купцам, владельцам мануфактур и фабрик, бесчеловечно по отношению к богатым хлебопашцам, лично свободным. Они тоже все хотят иметь своих собственных крепостных. Представляете, какая была народная психология? А вот землю разрешено было владеть только дворянами. Александр таким образом признает право владения землей за всеми свободными сословиями. Крепостное право было фактически ликвидировано, ну, целым рядом оговорок, экспериментально в Прибалтике, в Азейском крае. Правда, это не было сделано так в лоб. Ну, по сути, крестьяне были объявлены прикрепленными к земле, а не к личности помещика. То есть, их запрещалось продавать, их запрещалось покупать без земли. А что значит купить с землей? Ну, то есть, фактически, ты приобретал офис вместе с арендатором. А земля-то обрабатывалась конкретными крестьянами на конкретных договорных отношениях. Причем, эти договорные отношения, поскольку земля-то принадлежит хозяину, не крестьянам, договорные отношения тоже проговаривались. Не более двух дней барщины, если это частная земля, в неделю. Ну, как бы, в счет вот этих арендных платежей. Потому что, где крестьян, нет денег платить за землю деньгами. Ну, будут отрабатывать физически, но два дня из семи, не более. Были запрещены телесные наказания любые. То есть, фактически, крестьяне становились почти гражданами. только через суд. Крестьяне получили в Прибалтике право передавать землю по наследству. Помещикам запрещалось под любым предлогом их сгонять с земли переводить в дворовые. Перевод в дворовые это такой хитрый ход, которым всегда пользовались. Как бы, крестьянин не лишается земли, он просто переводится в другую категорию. В слуг при дворе. А дальше он уже без земли и продавался. Вот так помещики поступали, когда действовали разного рода запреты на продажу крестьянам без земли. Далее, крестьяне при Александре получили право с дозволения помещика торговать, брать в их селя, заниматься подрядами. Появились разбогатевшие крестьяне, в том числе, выкупившиеся на волю, которые даже в течение одного поколения становились фабрикантами. Было разрешено основывать всем свободным людям, в том числе, лично свободным крестьянам, мещанам, торговые дома, что впоследствии привело к появлению полноценных акционерных обществ, развитию предпринимательства. Кстати сказать, законодательство Александров о торговых домах действовало довольно долго, с некоторыми оговорками, до конца 19 века. Но мой след был очень разумным. В чем-то даже разумнее сегодняшнее, потому что европейская система ограниченной ответственности, вот эта limited ответственность, она удобна для владельцев предприятия, дольщиков и покупателей. Эта система не всегда благоприятна. При Александре бизнес-модели в стране была следующая. Было два типа товариществ. Товарищество, ну, то есть предприятие, давайте по-нашему назовем это. Товарищество полное, когда купцы, предприниматели, сложившиеся вместе и делающие вместе какой-то бизнес. А было товарищество на вере, которое складывалось как бы из двух частей. Также в этом товариществе были те, кто отмечал всем своим имуществом, это были основатели компании. Полные товарищи их называли. Но дальше, если полный товарищ хочет привлечь внешнее финансирование, то он начинает выпускать акции, выпускать доли. ПАИ, тогда это называлось. Эти ПАИ продавать, и вот тот, кто купил ПАИ, он пассивный инвестор. Он за все риски этого предприятия отвечает только в размере этого ПАИ. То есть максимум, что он может потерять, это деньги, которые он заплатил за ПАИ. Все. Мне кажется, что тогда бизнес был с правовой точки зрения устроен в чем-то справедливее, чем сегодня. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С отменой крепостного права дело не пошло, и Александр решает придать этому такой инициативный характер. Пусть, мол, сами дворяне постепенно крепостных отпускают. Отпускается указ о вольных хлебопашцах. Этот указ дает возможность землевладельцам, дворянам, то есть он дает как бы законодательную базу, договориться с собственными крестьянами и по взаимному желанию, подписав соответствующий документ, землю им на определенных условиях передать или продать. В этом случае хлебопашцы получают полную личную свободу, становятся совершенно свободными людьми, которые могут заниматься любого рода предпринимательством, торговлей, поступать в учебные заведения, делать все, что они хотят. Беда в том, что этот указ такой благообразный, прекрасный, не сильно изменил ситуацию. За царствование Александра I он был применен всего лишь 161 раз. Лишь 50 тысяч крестьян всего лишь полпроцента от общего количества крепостных получил таким образом свободу. Почему? Не было у крестьян денег и возможности заплатить за землю. Не было у дворян желания терять постоянный доход. Так лучше капает, капает, капает рента потихоньку. Указ о добровольном отказе от крепостничества не заработал. К моменту отмены крепостного права уже при Александре II 150 тысяч всего лишь крестьян мужского пола получил таким образом личную свободу. Очень мало. Второе направление, которое удалось лучше и больше, это была реформа государственного управления. Что было сделано? Две ключевые вещи. Первое. Появился постоянно действующий законосовещательный орган при императоре Государственный совет. Он доживет у нас до февральской революции. Затем коллегии, созданные еще Петром I, были заменены полноценными министерствами, как мы их видим сегодня. Число коллегий было решительно сокращено, министерства укрупнены, это были большие министерства, огромные министерства внутренних дел, министерства юстиции, министерства иностранных дел, военные министерства, министерства народного просвещения и так далее. И если в коллегиях руководитель в одиночку ни за что не отвечал, все вопросы решались коллегиально на неком общем совещании, то в министерствах был введен правило личной ответственности, единочалия и принятия окончательного решения министрами. Была внутренняя структура, департаменты, отделы. Мы все восторгаемся кодексом Наполеона, какой ему Наполеон прекрасный был государство-устроитель, провидец, что по его гражданскому кодексу до сих пор в какой-то степени живет современная Франция. Да, это так. Но по реформе госуправления, сделанным в те же годы молодым императором Александром, живет до сих пор государственная система Российской Федерации. Те же министерства, департаменты, отделы. Разве что столоначальников нет. Назовем начальниками отделов. От этого ничего не меняется. Еще одна важная реформа так называемых придворных званий. По табеле о рангах были военные чины, морские, гражданские, а были придворные. Эта особая категория званий, они восходили исторически еще к тем постельничам и лицам, особо приближенным к русским монархам, в Европе было абсолютно то же самое, которые оказывали царям какие-то там личные услуги. За одеждой следили, еду первыми пробовали, чтобы государя не отравили, помогали на охоте, бумагами личными занимались. В общем, были при дворе. Понятно, что ты при дворе можешь быть небольшим начальником, но близость к монарху представляет тебе большие возможности и возможность сделать хорошую карьеру, если ты потом переместишься, например, на военную службу. Придворные звания получали люди очень молодые, из знатных родов, которых как-то там лоббировали, чтобы они вот где-то при царе, хоть денщиком, хоть кем-нибудь, но были, хоть фрейлиной. И потом, поскольку придворный чин приравнивался к определенному чину военно-гражданскому, то если этот человек со двора хотел перейти на военную либо гражданскую службу, то он в молодые годы сразу становился большим начальником. Это было, честно говоря, не очень справедливо и не очень эффективно, потому что опыта у него такого не было. Штат этих придворных званий, некая вариация администрации президента и управления делами, штат этот был страшно раздут. Александр был первым, кто навел с этим делом порядок. Он сделал эти звания просто почетными. Вот Пушкин был камерьюнкером. Камерьюнкер – это комнатный дворянин, выражаясь по-русски. Человек, который оказывает какие-то услуги буквально в покоях императору. Ну, что-то ему там помогает делать. Конечно, этих камерьюнкеров было очень много и потребностей в их услугах совершенно не было никаких. А зарплату платить надо при Екатерине жалование камерьюнкера тысячи рублей в год. Это прилично. Это очень-очень старший офицер. Вот Александр Первый делает эту должность почетной. То есть, мундир у тебя есть, статус есть, визитная карточка, как бы сейчас сказали, есть, а зарплаты нет. Камерьюнкер – это, кстати, большая должность. Это советские учебники истории и литературы постоянно нам говорили, что император Николай Первый, присвоив нашему великому поэту придворное звание камерьюнкера, глубоко его оскорпил. Поскольку камерьюнкер – это звание, которое присваивалось каким-то там мальчишкам, ему дали отзвание в начале 30-х, Пушкину было где-то 30+, но тоже не старик совсем. Полная ерунда, я вам скажу. Это очень серьезное звание придворное. Если бы сохранилось до Александровской системы, когда с чином камерьюнкера можно было перейти в армию, то Пушкин бы перешел на генеральскую должность. Камерьюнкер – это старший полковник, чуть ниже генерал. Это серьезно. Во-вторых, Пушкин-то не был особо каким-то выдающимся карьеристом. Это не Горчаков. С Роскосельского лицея выпускались сразу с присвоением определенного класса. В этом была особенность этого элитного учебного заведения. И максимум можно было получить, по-моему, даже девятый класс. Это класс титулярного советника, перепрыгнув. То есть не 14-й, не 13-й, сразу девятый. Для этого надо быть отличником и иметь хорошие оценки не только по успеваемости, но и по поведению. У Пушкина, как мы знаем, с вами были проблемы в Царско-сельском лице и с поведением, и с некоторыми предметами по учебе. Поэтому, как Александр Сергеевич наш великий не пыжился, но он был выпущен не с девятым классом, как Горчаков, будучи канцлером Российской империи, а только с десятым классом. Это колледжеский секретарь. Это тоже очень даже немало, но все-таки не максимум возможного. Так что чиновнику девятого класса дать придворное звание камер юнкера никаким оскорблением не было. Этой реформой Александра естественно дворянство было недовольно, потому что все хотели своих сыночков пристроить как-нибудь при дворе сразу на хорошее место и потом их переместить, обеспечив им таким образом ускоренное карьерное продвижение. Самое удачное из реформ, на мой взгляд, Александра, реформа, которая предопределила все развитие последующего русского образованного общества, образованного слоя в девятнадцатом веке, это реформа образования. Первые гимназии, как мы знаем с вами, еще Петр Первый пытался обустраивать вместе с солдатскими школами. Почти каждый из наших императоров в блестящем восемнадцатом веке как-то, как-то, как-то улучшал систему образования, и даже Анна Иоанновна и то отметилась, поддержав инициативу создания первых кадетских корпусов. Даже она была не чужда идее, что дворянские мальчики должны получать хорошее образование, хотя бы по военной части. Александр и негласный комитет его друзей впервые подошел к этому делу системно. Была создана иерархическая школьная система, включавшая четыре степени. Были созданы целые учебные округа. И система эта была следующая. Во главе стояло Министерство Просвещения. Кстати, первым Министером Просвещения был бывший фаворит Екатерины Великой Петр Заводовский. То есть, у него в фаворитах были толковые люди и помимо Потемкина с Орловым. Министерство Просвещения. Под Министерством Просвещения, но весьма относительно под. Университет. Университетов всего было шесть. Добавилось к Московскому университету и еще пять при Александре. Дербский, Веленский. Указ о создании Дербского был при Павле, но организован университет был уже при Александре. Далее Казанский, Харьковский, а также, ну как москвич не могу поиронизировать, появился и Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Петербургского пединститута. Традиция превращать институты в университеты, она еще от Александра у нас идет. Итого, шесть университетов. Эти университеты это как бы мини-республики. Они получают государственное финансирование, обучение в них практически бесплатное, если ты умудряешься туда попасть. Это полное самоуправление. То есть, университет сам выбирает ректора, сам выбирает, назначает профессуру. Более того, университет стоит как бы во главе пирамиды учебного округа и под университетом закреплены гимназии. И директоров в этих гимназии, преподаватели в этих гимназии также назначают сведомо согласие и по рекомендации университета. То, что Александр не смог сделать в масштабах страны, он решил сделать в масштабах просвещенной ее части, чтобы люди таким образом привыкали к свободе. Далее университет сам определяет, какой заниматься научной работой, чему учить, как учить, какие организовывать факультеты. никогда с той поры после Александра в российской истории не было университетов большей свободы, в дни Александровых прекрасное начало. Она только сокращалась по сей день. Под университетами гимназии, в гимназиях изначально, по-моему, учили на протяжении первое время шести лет, потом продлили до семи. Гимназии тоже бесплатные. Гимназия открыта для приема не только дворянских детей, а детей любых сословий вплоть до тех же вольных хлебопашцев, лично свободных крестьян, лишь бы он смог там учиться. Выдержал. Очень тяжелая программа. Древние языки. Под гимназиями дальше уездные училища. Это три года обучения. Уездные училища, по нашим меркам, это школа восьмилетка. Примерно вот так можно сказать. Кстати, по программе и по тяжести. Это современная школа восьмилетка. А под уездными училищами приходские училища при каждом церковном приходе, где учатся, в принципе, абсолютно все. Даже дети крепостных крестьян. Если хотят туда пойти, учатся чтению, основам грамоты. В общем, читать, писать. Таким образом, программа от приходского училища, начальная школа по нашим меркам. Далее уездное училище, восьмилетка. Гимназия. Это больше, гораздо, чем десятилетка. Она десятилетка и первый курс института. И далее университет. В университете три года обучения. Эта программа логически простроена. То есть, каждый раз повышается определенным образом. Ты можешь пройти все эти ступеньки и получить идеальное образование. Было и одно эксклюзивное учебное заведение в качестве эксперимента с Роскосельски, впоследствии, кстати, имени Александра, Александровский лицей. Это закрытое заведение только для потомственных дворян. Брали туда ребят примерно с 10-12 лет. Они, конечно, уже умели читать и писать, но, наверное, через домашнее образование главным образом. Потому что, конечно, дворяне в уездное училище не рвались. Предназначались и выпускники Царско-сельского лицея очень немногочисленного для будущего несения государственной службы. То есть, это подготовка высококлассных чиновников. Находился он в прямом личном подчинении министра просвещения. Все воспитанники на полном казенном содержании. Обучение 6 лет. Очень интенсивная программа. То есть, они заканчивали лицея где-то в возрасте от 18 до 20 лет. Но к этому моменту это считалось высшим образованием. Он сразу получал очень высокий чин и мог сразу идти на работу в любое министерство, ведомство, канцелярию. С определенными оговорками, наверное, мог поступить на военную службу, но такой задачи перед лицеистами не ставилось. Лицеисты — это подготовка элитных чиновников, элитных государственных служащих. Условием обучения в лицее было то, что на протяжении не менее чем 6 лет ты потом отработаешь в каком-то министерстве или ведомстве. Фактически систему государственного распределения. Кстати, сказать, может быть, будет вам интересно, какие были факультеты этого университета. В этом отношении было очень строго. И такого странного разнообразия факультетов, как мы видим сегодня в университетском образовании, десятки факультетов во многих университетах, узкоспециализированные, как мне кажется, сильно дублирующие друг друга. Такого раньше не было. Как правило, факультета было 4. Физмат. Он назывался немножко по-другому, но по сути физмат. Медицинский факультет, филологический факультет, широкий спектр гуманитарных наук. И четвертый факультет назывался довольно своеобразно. Он мог быть факультетом здравственных наук, факультетом политических наук. Или право, к слову сказать, широким образом для последующей государственной службы или, может быть, работы в бизнесе. Тогда так это не называли. Давайте немного все-таки отвлечемся с вами, коль мы заговорили о реформе государственной службы. Обратим внимание на те предметы раритетные, которые у нас в студии. Вот мундир. Взгляните. Это очень важная вещь для чиновника военного 19 века. Это век мундиров. Мундиры в России тогда носили не только военные, но и все абсолютно, госслужащие. Носили все чиновники. Носили учащиеся и училищ и университетов. Вообще, мускайдик носили все, кроме женщин, крестьян и священников. В мундире ходить было почетно. Мундир давал себе и статус с таким воротником. Вы сутулиться-то не будете. Подбородок придется держать высоко. И красоту сразу было ясно, с кем имеешь дело. В мундире можно было прийти и на бал. Мечта всей молодежи носить красивый военный мундир. Кстати, сказать, если офицера или генерала отправляли в отставку без права ношения мундира, это было страшнейшим позором. Как правило, наказанием за какие-то проступки. Если при Павле мундиры прошли первую такую стадию строгой регламентации, то при Александре они прошли, можно сказать, испытания модой. Они были перекроены по последнему слову французско-английской моды того времени. Мундиры были заужены, упразднены были всякого рода парики. Затем при Александре появились стоячие воротнички твердые и плечевые погоны и палеты. При этом воротники, погоны все это украшало щитьем, петлицы были цветные. По цветам воротничков различались полки. Главную моду задавал сам император Александр I, который любил носить мог одевать Александр. Он двубортный, темно-темно-темно зеленого сукна, переходящий в черное с красным воротником. Этот мундир предписывалось носить, я цитирую, генералам при присутствии на общевойсковых построениях, в походе и обязательно в бою, никакого камуфляжа. В бой генерал шел, скакал на коне, вот в такой невероятной обращающейся внимания к красоте. Зато сразу было видно, в первую очередь своим солдатам, что его превосходительство от пуля не кланяется и солдат своих не бросает. Обратите внимание на вот эти ипалеты, предшественники погон. Какое звание, это простой генерал-майор или целый какой-нибудь генерал от инфантерии, выражаясь современным языком, это генерал-полковник или генерал-армии, тут не понять. Видно только, что это ипалеты генеральские, и обращаться к нему надо ваше превосходительство. Если это штаб-офицер, то вот эта бахрома на ипалетах будет потоньше, а если это обер-офицер, младший офицер, то бахромы не будет вообще. Вспомните портрет офицера Михаила Юрьевича Лермонтова, у него вот эти ипалеты без бахромы, потому что пока еще не заслужил. По этому мандиру род войск тоже не поймешь, но у офицеров были шляпы. На шляпе были перья, либо султаны. И вот как раз по цвету этих перьев, султанов, можно было определить пехотную генерал, кавалерийский генерал или артиллерийский. От мандира повернемся с вами к шляпе. Вот я даже в руки возьму. Типичная гражданская, она же военная фетровая шляпа той поры. Из гражданской она перешла в военную. Только если ты на строе, на параде, то тут будут еще перья. По цвету этих перьев можно будет распознать род войск. Но без перьев тоже носить естественно можно было. Такое специальное шитье золотое, тоже определенно военное. Конечно, если вы скачете на коне, то тогда шляпа носилась таким вот образом. Потому что иначе ветром просто сдует. На коне вот так. Вот. Строго. Это, кстати, довольно удобно. Одевали шляпу полами вперед и называлось одеть шляпу с поля. Поменьше парусность, чтобы ветром не сдувало. Ну, когда я вот что-то так получилось сижу на столе. О, кстати, отвлекусь. Все, Пушкин, Пушкин. Вот пистолет. Военный. Он же дуэльный. Говорим об Александре. Давайте представлять себе оружие той поры. Полтора килограмма весом. Заряжается с дула. Пуля вместе с патроном загоняется вот сюда шомполом. Я, кстати, зря назвал их дуэльными, потому что, конечно, чуть более иной моделью обычно использовались при дуэли. Этими пистолетами обычно вооружались нижние чины кавалерии. Поскольку перезарядить их на скаку было абсолютно невозможно, то просто шум не загонишь. Это пистолет одного выстрела в бою. Выдавали их по парам. Если дело доходило до сабельной рубки, у кавалеристов это совсем плохо. Обычно ограничивались перестрелками. Кавалеристы сближались со строем либо друг с другом и стрелялись с пистолетами. Так вот, по два таких пистолета находились в специальных седельных сумках спереди. Они были заряжены всегда, придерживались еще пыжами. Естественно, пули, чтобы не вылетели. Так заботливо всегда эти седельные сумки были прикрыты специальной толстой материей, чтобы не промокли. Тяжело говорить о точности стрельбы из этих пистолетов. То есть некое подобие мушки, мне кажется, больше для красоты. Потому что пуля летела убойная сила была ее метров 20. Но 20 метров ты уже не попадешь, она уходит в сторону. Поэтому скорее это метров стрельба такая метров до 10-12. Более-менее прицельная, когда ты понимаешь, куда стреляешь. Опять же, для опытного стрелька. Стреляли с двух рук, как обычно, с правой, с левой. Ну, а потом опять сабли на голо. Если попадала, наносила тяжелую рану, потому что здесь, чтобы вы понимали, диаметр круглой пули примерно полтора сантиметра, это будет очень тяжелое ранение. Комитет общественного спасения проработал таким образом вместе с Александром пару лет. По мере того, как члены негласного комитета получали должности, кто-то стал министром, кто-то товарищем министром, но все равно фактически руководили они министерствами и целыми направлениями жизни российского общества. Естественно, необходимость в этой структуре отпала, собирался этот кружок друзей, соратников, единомышленников, все реже, реже и реже. Я, кстати сказать, тут посмотрел, как закончили свою жизнь члены негласного комитета. Знаете, довольно показательно молодых реформаторов. Граф Строганов, якобинец, революционер, с Парижа начал, в Париже он и закончил. Они все были богатыми людьми очень до нападения Наполеона. Он запишется в армию волонтером, будет командовать полком, корпусом, боевой офицер. Пройдет всю войну, все заграничные походы. Каким-то чудом графа Строганова не ранит ни вражеская пуля, ни ядра. Он умрет вскоре после окончания войны, находясь в тяжелейшей депрессии, черной меланхолии от сердечного приступа, его сын будет буквально разорван на части французским ядром в последнем бой за Париж. Но это все равно, чтобы погибнуть 8 мая 1945 года в Берлине. Это был его единственный сын. Отец так и не переживет эти потери. Граф Кочубей сделает блестящую карьеру. не только при Александре, но и потом при его младшем брате Николае. Станет и первым министром внутренних дел, и председателем госсовета, и председателем комитета министров, а в конце своей жизни даже канцлером Российской империи. Станет одним из самых ярых консерваторов в правительстве Николая I. Николаев. Вот так. Кто в молодости не был либералом, не имеет сердца, кто к старости не станет консерватором, не имеет ума. Таким же консерватором, только совершенно одиосным, станет и Николай Новосильцев, тот самый старший, опытнейший из младореформаторов. Только свои консервативные, даже реакционные деяния он будет совершать на территории Польши. И оставит о себе очень, надо сказать, нехорошую славу. Самая поразительная судьба князя Адама Черторыйского, ближайшего друга императора Александра. Он проживет очень долгую жизнь после воцарения Николая I. К нему вернется идея сражаться за независимость его первой родины, Польши. Он примет самое активное участие в польском восстании 1830-1831 года. Восстание это будет подавлено. Адам Черторыйск эмигрирует во Францию, где и скончается спустя много-много лет в глубокой глубокой старости, ненавидя Россию и источая максимум желчи, которое только можно было представить. Ну, чтобы немного переключиться, давайте поговорим еще об Александре как человеке. Он ведь не только занимался реформами, но еще каждый из нас имел какие-то бытовые, гастрономические и человеческие привычки. Я уже говорил о том, что Александр был человек невероятно аскетичный. И вот этот стиль непритязательности, скромности личной. В семье Романовых был задан императором Александром. И Николай, и Александр Второй, и любивший русский самый скромный военный мундир, все время в нем ходивший в затоптанных сапогах, Александр Третий, ну, даже Николай. Пяже из них лично всегда демонстрировали максимальную скромность. Вот этот стиль и задал Александр. В отличие от своих современников, монархов, других держав, он вообще никогда не носил никаких перстней, никаких украшений дорогих, никаких драгоценностей. Как его прапрадед Петр Первый платил сам себе зарплату, у Александра Первого была фиксированная сумма на личные расходы. Он всегда строго ее придерживался. Никогда не залезал в карман, как бы сейчас сказали, бюджета, хотя весь бюджет империи, это был его личный карман по законам того времени. Нет, Александр давал пример всему дворянству, всей аристократии, как надо себя вести. Он спал в маленькой, очень бедно обставленной спальне, был очень-очень неприхотлив в еде. Питание у него было строгим, скромным, но здоровым. Именно Александр завел вслед за своей бабкой Катериной моду на здоровое питание. Ее даже контролировал лейб-медик Александра. Утром на завтрак он, вставая очень рано, выпивал чай обычно со сливками, ел несколько белых гренок. Затем гулял, либо работал, в 10-11 часов ему приносили фрукты, ягоды, если была его любимая земляника, очень любил землянику. Кстати сказать, фрукты и ягоды были на царском столе круглогодично, потому что у нас умели в оранжереях царского села, Гатчины, Ропши, да и в Москве выращивать любые заморские фрукты и ягоды. На обед-ужин легкий суп, птицу, нежирное мясо, перед сном стакан простокваши с черносливом или чай с медом. Из национальных блюд Александр очень любил ботвинью. Это совершенно забытое сегодня блюдо, но максимально близко, наверное, к, можно сказать, холодному свекольнику по вкусу, либо к холодному борщу из щавеля зеленого. Это холодный суп на основе кваса со свекольной ботвой, щавелем, крапивой, зеленым луком и рыбой. Александр очень эту ботвинью любил и однажды по рекомендации царя это блюдо. Сосуде специально доставили английскому послу. Ну, английский повар плохо разбирался в русско-национальных кушаниях, и он господину послу тщательно ботвинью разогрел. Царский подарок, нельзя было отказаться. Можем себе представить, что чувствовал английский посол. Была у Александра еще одна слабость, но совершенно недорогостоящая по тем временам. Он очень любил красную и черную икру. Это недорогое кушание в те времена. Мы, конечно, все помним с вами классику. Икра заморская бахлажанная. Наверное, было не совсем так, но икра была доступным продуктом. Я вот очень люблю переводить цены, стараться сравнить, что сколько стоит в разное время. Сделать это практически невозможно, потому что разная цена труда, разная цена технологии, цена разных товаров. Но, наверное, самый показательный пример. Пушкин Александр Сергеевич вообще много зарабатывал как поэт. И вполне мог позволить содержать свою большую семью, не получая особых доходов от своих небольших имений, снимать роскошную по сегодняшним меркам квартиру в центре Петербурга, иметь выезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если пересчитать гонорары Пушкина в черную икру по тем ценам, а потом эту черную икру продать в рублях по сегодняшним ценам, я к тому, что любовь Александра к икре не стоила российскому государству практически ничего. Но он любил посылать икру послам в качестве подарка другим государям. Вот Наполеону как-то раз отправил. Ну, французы это же не лягушек готовить. Личный повар, император всех французов. Не зная, что с этой икрой делать, он ее сварил и в таком вот вареном виде подал Бонапарту. В общем, получилось как с Ботвиньей. По легенде с Александром связано появление пожарских котлет. Помните, как писал опять же Александр Сергеевич, часто упоминаемый, но все-таки это его время. На досуге отобедаю пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. По легенде в Торжке именно как-то во время одной из своих поездок в трактире, принадлежащем некому пожарскому Александр первый заказал котлеты из телятины, которые значились в меню. Однако выяснилось, как всегда в последний момент. Государь как-то у нас не боялись отравлений, поэтому спокойно могли позволить себе в ресторане заказать. В общем, телятины не было, под рукой была только курица, и трактирщик приказал срочно приготовить блюдо из куриного филе. Эти куриные котлеты так понравились царю, он поинтересовался рецептом и по фамилии владельца трактира назвал их пожарскими. Вот эту историю по крайней мере именно так рассказывают в этнографическом музее Торжка. Кто там не был, обязательно съездите. Это совершенно чудный город нашего Золотого Кольца. Могу не рассказать вам еще об одной уникальной черте Александра, которая мне сильно напоминает нашего очень известного выдающегося государственного деятеля. Не буду называть фамилию, но прямо рассказываю об этом и его вижу. Александр был в части работы письменной, бумажной, бюрократической маниакальным педантом. Он много работал за столом, много писал, много читал. У него была за столом маниакальная чистота. Строго определенное количество свежезаточенных гусиных перьев для подписи и заметок. Всегда бумаги разложены по ранжиру, по размеру, в строгом порядке. Входящие, исходящие, подготовленные резолюции, срочно, несрочно. Всегда в определенной части стола. На столе у Александра не должно было быть ни пылинки. На всякий случай всегда лежала специальная фланелевая бумага. Если, не дай бог, император замечал хоть малейшую грязь, чтобы он мог стереть, полюбил порядок до такой степени, что мог прийти в раздражение, его столе лежали не под прямым углом, вот так вот, а хотя бы чуть-чуть перекошены. Помощники могли получить за это выговор. Ну, правда, очень вежливый. Александр был очень вежливым. Надо сказать, что его такой педантизм и уникальная аккуратность, эта аккуратность в том числе была у него и в одежде, абсолютно во всем. Она в одной части пошла во вред, потому что Александр был искренне увлечен военным делом, и он любил военное дело, разбирался в этом. Но, конечно, была у него склонность к такой вот избыточной формализации. Например, мы говорим о том, что Павел I любил прусскую военную форму, такие прусские порядки, шагистику, смотры. Поверьте мне, его сын Александр в этой части был еще хуже отца. Тоже обожал смотры, шагистику, мог часами наблюдать за тем, как маршируют, как выполняют уставные упражнения с оружием. Прямо его успокаивало. Выражаясь иностранными языками, обсессион Александра очень нехорошо себя проявило в момент организации военных поселений. Военные поселения, они все были такие правильные, ровные, организованные, все по часам, понятно, что кому заниматься. И эта идея военных поселений очень Александру нравилась. Мы об этом еще в следующий раз поговорим. Рокчеев очень не хотел заниматься военными поселениями, но Александр заставил, потому что педант, потому что в армии должен быть порядок. Ну и давайте подведем итоги нашего рассказа, сделаем какие-то выводы и обобщения. Знаете, вот вся наша история, что 18 век, что 19, ну про 20 я еще не говорю, это такое очередование. Закрутили гайки, отпустили. Реакция, которая на самом деле может быть совсем не реакция, как у Павла, мы ее так воспринимаем, оттепель. Вот у Александра получилось очень интересно, потому что первый период этого правления он раскручивал гайки, это как бы оттепель. А потом, после войны 1812 года, после триумфа Венского конгресса, взятия Парижа, потом пошло потихоньку все наоборот, опять начал закручивать. В этом противоречии в общем проявляется и то сложное отношение, которое к Александру испытывали и историки, и мы с вами, и даже его современники. Вначале они все воспринимали его с восторгом, с умилением, знаете, перестройка, гласность, все это прекрасно. Потом вроде бы как реформы буксуют, потом вообще он стал другим, как казалось, восторженной общественности, начинается разочарование. А потом Александр ушел, и к его времени стали относиться даже с определенным умилением, сладостные воспоминания. Все-таки при Александре это было хорошо. Появилась некая ностальгия. Если говорить о практических результатах первого периода его царствования, конечно, мы в очередной раз убеждаемся в том, что главным либералом и главным реформатором в нашем государстве является власть и государь. Никто так не хотел реформ, никто так не хотел свободы, никто так не хотел республики по всей России, как сам Александр. Но это сложное дело. Он просто не рискнул. Его от этого отговорили. Конечно, никакой конституции не вышло. Конечно, проект графа Воронцова похоронили. Конечно, никто не решил сотменить крепостное право. И даже решение Александра изначально просто прямо сформулировано о том, чтобы запретить наконец окончательно и бесповоротно крестьян продавать без земли. Даже это решение потом как-то потихоньку-потихоньку и сошло на нет. Ограничились лишь запретом публиковать объявления о продаже крестьян без земли. Как бы делайте это, но как-то тихо между собой договаривайтесь. Так, чтобы никто об этом не знал. Не вышло. Ни у Екатерины не вышло пустить крестьян, ни у Павла, ни у Александра, ни у Николая потом не выйдет. Кое-какие подвижки были, кое-какие послабления были. Вольные хлебопашцы появились. Прибалтика освободилась от крепостного права. Конечно, образование. Реформа образования блестящая заслуга Александра и его команда. Реформа госуправления. Она была не идеальной, но все-таки стала намного лучше, правильнее. Если было неправильно, мы бы 200 лет бы сейчас государством по Александровской модели не управляли. Самое главное при Александре стало больше свободы. Знаете, она была не по всей, конечно, стране, она была местами. Но вот университет это просто как Куба, это остров свободы. Ощущения стали другие при Александре. Чувство собственного достоинства в людях появилось. Да не было бы никаких декабристов в принципе, если бы не было Александровского отношения к правам к правам свободных людей. Одним из самых первых решений Александра буквально в первый же день после воцарения было убрать все виселицы в Петербурге. На всех площадях стояли виселицы. Так его папа Павел запугивал общественность и говорил, вот будете дисциплину хулиганить. Все там окажетесь. Но Павел был своеобразным человеком и мы о нем много-много говорили и совершенно не злым на самом деле. Поэтому за все свои годы правления так ни одного человека Павел Первый не повесил. Но виселицы стояли. Пиар был плохой. Александр виселицы сразу убрал. И за четверть века правления Александра без всяких обетов, как при его, кстати сказать, двоюродной наверное бабке Елизавете, ни один человек в России не был казнен. Ни один. При следующей встрече мы поговорим с вами о внешней политике. Мы, конечно, не будем рассказывать про наполеоновские войны, про войну 1812 года, потому что это невозможно. И все равно всего не расскажешь. И у нас очень много на самом деле замечательных авторов, те, кто интересуются деталями, знают, где найти информацию. Но я хочу вот на какой момент обратить ваше внимание. Вы знаете, среди идей Александровских реформ была идея невмешательства во внутренние дела других стран. Ведь он с самого начала подписал мирные соглашения с Францией и тут же помирился с Англией. Он сказал, что уважает любой строй, любой общественный порядок, который выбирает народ иной страны и не собирается в это никак вмешиваться. Он будет заниматься только внутренними делами. Он пытался проповедовать ту же самую на самом деле идеологию внутреннего изоляционизма и концентрации на внутренних делах своей страны, которую поначалу пытался проповедовать его отец Павел. Вот ничего не получилось у Павла, завяз он в европейских войнах, ничего, к сожалению, не получится у Александра. Наверное, даже не по вине Александра. Время было такое. Франция добивалась мирового господства, поэтому Россия в стороне от этого оказаться никак не могла. Александр был обречен на участие в больших европейских войнах. Но об этом мы подробно поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. пишите отзывы, пишите комментарии, ставьте оценки нашему курсу. Ну и, как вы знаете, он у нас в определенной степени интерактивный, поэтому мы формируем новые темы и обращаем внимание на некоторые нюансы с ваших подсказок. Спасибо. До следующей встречи. Субтитры